Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Все зависит от нас самих. В Бобруйске обсудили новый проект Конституции. Еще предстоит много работы. Около 500 законов необходимо принять. Где можно ознакомиться с документом? Мечты сбываются. В стране продолжается акция «Наши дети». Каждый ребенок должен иметь семью, должен иметь маму, папу. Кто стал чуточку счастливее? Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Сотрудники МЧС посетили магазины пиротехники. Баловство с петардами, баловство с фейервергами и даже с бенгальскими огнями – это опасно. О чем напомнили покупателям. А также рабочий визит, новогодний мониторинг и трезвый водитель. ГАИ 31 декабря усилит контроль на дорогах. Актуальный вопрос. В Бобруйске обсудили новый проект главного закона страны. Тема семинара «Конституционное строительство. Основные тенденции и перспективы развития Беларуси». Встреча состоялась в кинотеатре «Товарищ». На повестке только самое актуальное – социальные гарантии, безопасность, внешняя политика и экономика. Эксперты также объяснили, с чем связаны изменения в Конституции. После принятия Конституции на референдуме еще предстоит много работы. Около 500 законов необходимо принять. Поэтому мы должны еще также осознавать, что рай, мгновенно не наступит, это первое. И второе – ангелы по земле не ходят. Ошибки будут всегда. Поэтому надо быть снисходительным и власти к себе. Напомним, новый проект главного закона страны уже есть в общем доступе. Каждый может ознакомиться с текстом документа на национальном интернет-портале «Право.Бай». Когда жизнь ничему не учит, в Белыническом районе пьяного бесправника остановились со стрельбой. Водитель «Опеля» проигнорировал требования сотрудников ГАИ и попытался скрыться в направлении Минска. Мужчина задержан, он не пострадал. Это уже вторая в течение года погоня за 44-летним огилевчанином. В августе за подобную выходку его лишили прав на 5 лет и дали штраф – 5800 рублей. Сейчас горе-водителю грозит уголовная ответственность и конфискация машины. Праздник придет в каждый дом. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает свое путешествие по всем регионам Беларуси. В эти дни каждый взрослый становится добрым волшебником и исполняет самое сокровенное желание мальчишек и девчонок. О добрых делах Максим Кембель. В семье Кравцовых настоящий праздник. Еще бы! В гостях Дед Мороз и Снегурочка. Рядом глава администрации Ленинского района, депутат палаты представителей Национального собрания и главные кондитеры города из Красного Пищевика. С собой мешок подарков, детям сладости, маме – стиральная машина. В идеальном мире, наверное, каждый ребенок должен иметь семью, должен иметь маму, папу, на которого должен равняться. Каждый ребенок – это не наполненный сосуд, я всегда говорю. Либо чистый лист, как такие, можно провести параллели. А родители уже должны его заполнить. Но, к сожалению, в наших реалиях не всегда это возможно. И здесь вина взрослых. Места в больших родительских сердцах Кравцовых хватает на каждого ребенка. Их в семье – 10. Здесь неделя детей на своих и чужих, заботы, вниманием никто не обделен. Ну а гостям тут всегда рады. Мы готовим хоть какие-нибудь подарочки такие. Им очень в радость это, чтобы доставить с удовольствием. Потому что их приезжают, одаривают. Им тоже хочется свою лепту внести и подарить кому-то радость. Роль волшебников и Дедов Морозов в эти дни примеряют руководители разных организаций. Например, в интерактивной зоне на Ульяновской резвятся ребята из городского социального приюта. Здесь больше полусотни игр. Картинки оживают, рисунки оживают. То есть, допустим, вулкан делаешь, он извергается. То есть, можно все и лаву потрогать, и направить его в определенное место. Очень интересно. Хоккейный клуб «Бобруйск» также принимает участие в марафоне добрых дел. Научиться стоять на коньках – мечта многих ребят из социального приюта. Спортсмены помогают ей сбыться. Наша команда изъявила желание каждого взять за руку, поставить на лед, показать клюшку настоящую, шайбу, померить костюм. Взрослым волшебникам до Нового года еще немало нужно успеть. Одарить вниманием и осуществить самые сокровенные желания. Ведь наши дети заслуживают лучшего. Подоходный налог, единовременная выплата и продуктовая корзина. Комитет госконтроля в преддверии праздников проводит мониторинги в объектах торговли. На что делают акцент специалисты. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В программе участие в неформальном саммите Содружества независимых государств в Санкт-Петербурге. А уже 29 декабря запланирована встреча с Владимиром Путиным. Президенты обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Комитет госконтроля проводит мониторинги в торговле перед праздниками. Специалисты изучают ценообразование, ассортимент, санитарные нормы и правила. Привлекаются региональные эпидемиологические службы, март и другие ведомства. Любой Беларусь может анонимно сообщить о завышении цен на сайте КГК. С 1 января для работников бюджетной сферы в два раза увеличится единовременная выплата на здоровление. С половины до целого оклада. На реализацию такого двойного повышения будет направлено порядка 127 миллионов рублей. Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Могилевской области 31 декабря. Он будет направлен на профилактику аварий, которые совершаются в нетрезвом состоянии. Напомним, в Беларуси введена градация алкогольного опьянения водителя. Максимальный срок лишения прав увеличен до 8 лет. В Беларуси планируют установить подоходный налог с прибыли физлиц. От продажи грибов и ягод, если она превышает 5800 рублей. Это следует из поправок в законы по вопросам налогообложения, которые размещены на сайте Минфина. Размер сбора составит 10% от суммы превышения. Защита с малых лет. В Беларуси начали вакцинировать детей против COVID-19. Используют специалисты китайский препарат Верацел. Медики рекомендуют делать антиковидный укол с 12 до 17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо дать письменное согласие. Бобруйск вакцина уже поступила. Прививать маленьких пациентов начнут в ближайшее время. Поликлиника первая детская, самая большая поликлиника. Кроме основного здания приемы ведутся в двух амбулаториях. Приемы там ведутся. Несмотря на то, что из амбулатории Киселевича доктор уволился. И у нас были некоторые трудности на прошлой неделе. Прием возобновлен полностью. И родители по всем вопросам, касающимся состояния здоровья ребенка, могут обращаться по месту тому, где они обслуживались ранее. К слову, если ребенок переболел коронавирусом, прививать его разрешено не ранее, чем через 6 месяцев и при отсутствии противопоказаний. Салюты, петарды и бенгальские огни сделают ярче любое торжество, но могут оставить и неприятные воспоминания. В канун праздников сотрудники МЧС посетили магазины пиротехники, пообщались с продавцами и покупателями. Карина Гуревич о том, как не испортить Новый год. Праздник к нам приходит, а к нему прилагаются мандарины, подарки и фейерверки. С последним пунктом следует быть осторожными. В декабре в стране разрешили продажу пиротехники. В рамках акции «Безопасный Новый год» сотрудники МЧС посещают специализированные магазины и общаются с продавцами. Первый в списке – объект на социалистической. Детям не продаем. До 16 лет не продаем. Паспорт требуем. Пиротехника в сейфе. Образцы за стеклом. К каждой покупке прилагается инструкция на русском языке. Спасатели проявляют внимание и к покупателям. Девочка обещает быть пастушной и аккуратно запускать в фейерверке. Девочка в конфетке. Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. Кроме цены и упаковки, смотреть стоит и на радиус опасной зоны. Мощные фейерверки предназначены исключительно для улицы. Это батареи салютов, китайские фонарики и петарды. Есть товар, который можно использовать в помещении – холодные фонтаны и хлопушки. Покупая бенгальские огни, обратите внимание на срок годности и целостность упаковки. На свечах не должно быть ржавчины и сколов. Такой осмотр займёт всего пару минут, но поможет избежать испорченного настроения. Дайте мне две упаковки. Отправляемся дальше. Магазин на центральном рынке. Маленький уголок, но всё здесь тоже под контролем. Помимо инструкции, каждому покупателю наглядно объясняют, как безопасно запустить пиротехнику. Ничего не распечатываем. Фитилёк находится здесь. Отрываем, фитиль подожгли. 15 секунд есть, спокойно отойти и смотреть на красоту. Как всегда, особое внимание к детям. Для них фейерверки – красочная игрушка. Не раз шалость заканчивалась печальными последствиями. Родитель должен как можно максимально отгородить ребёнка, где бы это ни происходило, запуск салюта, фейерверка и так далее. Ну и плюс ко всему напоминать ребёнку, что это опасно. Баловство с петардами, баловство с фейерверками и даже с бенгальскими огнями – это опасно. Хранить пиротехнику до запуска нужно в сухом и тёмном месте. Подальше от отопительных приборов, детей и домашних животных. Разбирать её тоже строго запрещено. Пусть от Нового года останутся только приятные воспоминания. Карина Гуревич, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Они везут людям праздник. В ночь с 31 декабря на 1 января в Бобруйске организуют дополнительные рейсы троллейбусов. По первому маршруту от остановок Еловики – площадь Ленина и Держинского. По второму – от станции Бобруйск – Секурского – площадь Ленина. Кроме того, троллейбусный парк украсил свой транспорт светодиодами к Новому году. Не первый год пытаемся порадовать жителей нашего города и гостей новогодними троллейбусами. На сегодняшний день курсируют два троллейбуса по маршруту номер 1 и номер 2. Курсируют они с 18 декабря и продолжат свою работу до конца новогодних праздников. Подробное расписание движения новогодних рейсов можно найти на сайте Бобруйск. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова